И доброе-доброе утро ещё раз, дорогие радиослушатели Сахарадио и присоединившиеся телезрители канала Саха-24, 10.30, понедельник, с вами я, Дмитрий Аргунов, и рубрика «Якутск-107.1». Именно на такой волне можно поймать радиовыпуски, скажем так, нашей передачи. И поскольку, давайте с названия начнём, поскольку всё-таки это «Якутск-107.1», то есть «Якутск» какой-то в цифровом виде и так далее, что у нас цифровым ассоциируется, прежде всего, правильно, различного рода технологий, инноваций и так далее. Но транспорт, городской транспорт, он и также является напрямую зеркалом развития города, развития мегаполиса. И рад сообщить, что мы недалеко ушли от таких городов, как Мюнхен, Париж и других, ну, в одном явлении. И там, и у нас действуют некие интернет-агрегаторы услуг таксомотора, скажем так, услуг таксомотора. Я не говорю о таксомоторных парках, я говорю об услугах таксомотора. То есть человек может абсолютно с любого места при наличии определённого приложения вызвать машину, которая, скажем так, согласие есть с продуктом при полном непротивлении сторон, он согласится подвести его от точки «А» до точки «Б». И вот в связи с этим у нас, конечно же, как бы сказать, возбуждается, прежде всего, органы власти. Как так? Куча народу, короче, деньги несёт мимо кассы. То есть не отстёгивая налоги, они занимаются такого рода вещами. Позиция тех самых агрегаторов я могу выразить однозначно. А нам-то что, мы висим на столбе и всё, да? Мы доска объявлений, на которой вот один говорит, я хочу пункт А, пункт Б, второй говорит, о, я тебя подвезу. И об этом, конечно, мы хотели бы сегодня поговорить, прежде всего, с представителем той самой службы агрегатора. Одной из нескольких служб. Я напомню, их несколько. Ну, Терзо Максим на слуху там, что ещё есть? Нон-стоп. Нон-стоп там и так далее. Но у нас то, что на слуху. Прежде всего, потому что программная оболочка данной службы является полностью нашей якутской разработкой. Наши айтишники теперь в этом месте аплодируют громко. Кто-то, может, плачет. Надежда Алексеева, представитель «Индрайвера». И адвокат, ведущий программу «Буквы закона» Павел Стаценко. На прошлой неделе отметилась, в заголовках различного рода СМИ отметилась очередной порцией, скажем так, органов госвласти, тому самому «Индрайверу». Павел, объясните, пожалуйста, всё-таки правомощно ли предъявлять претензии к агрегатору? Ну, смотрите, сложный вопрос. Дело в том, что вообще Минтранс Республики занимается выдачей разрешения на перевозку. Водители, осуществляющие перевозку пассажиров, они обязаны иметь разрешение. Они обязаны быть зарегистрированы по закону в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. И они обязаны иметь разрешение. В случае, если они это делают без выполнения этих условий, они нарушают закон. Значит, проблема заключается в том, что правовой статус интернет-агрегатора, он на сегодняшний день не урегулирован вообще. Что это такое? Это является всё-таки организатором перевозок, как, например, сервис такси, является диспетчером, аналогом диспетчера. Либо же это всё-таки какой-то самостоятельный совершенно иной продукт, который никак не связан с перевозкой. Если посмотреть детально, то действительно получается, что интернет-агрегатор, он в принципе в своём не участвует в деятельности по поиску пассажирской деятельности перевозки. Почему? Потому что если вы наберяете в интернет-агрегаторе адрес, условия какие-то, в данном случае откуда от пункта А, пункта Б стоимость, дальше вам начинается хаотично разорвать телефон, если, конечно, вы назвали хорошую цену, собственно говоря, и предлагать свои услуги по перевозке. То есть сам ин-драйвер не осуществляет связь пассажира-водитель. Водитель с пассажиром договариваются о перевозке. То есть договор, если говорить юридическим языком, сделку они заключают непосредственно не при помощи, вернее, они друг друга нашли при помощи драйвера, но договариваются они самостоятельно, заключают сделку они самостоятельно. В связи с чем у интернет-агрегаторов, конечно, на мой взгляд, абсолютно обоснованной с правовой точки зрения является претензия к Минтрансу в части их рекламации. А чего вы от нас хотите? Мы осуществляем вполне законную деятельность, мы разрабатываем мобильное приложение. То, что люди, которые осуществляют деятельность по перевозке, не получают соответствующих разрешений, но это нарушение закона этими людьми, не нами. Вот в чем претензия. На сегодняшний день есть законопроект, он лежит в Государственной Думе, и вот сейчас мы только что сказали о том, что он прошел первое чтение, которое, в принципе, каким-то образом регулирует деятельность интернет-приложений. Но пока такого закона нет. Пока такого нет. Позиция ин-драйвера. Реально, вы же доска объявлений, да, получается? Причем хорошо сделанная. Да, начнем с того, что ин-драйвер является мобильным приложением, то есть сервисом, который помогает двум людям найти водителя или пассажира для поезда по городу, ну и не только. Не нужно ограничивать круг функций ин-драйвера. И поездки можно заказать самого различного характера. Грузовые, пассажирские. Грузовые, межгород. Межгород. Кстати, вот по части межгорода, да, ладно, давайте я к этому чуть попозже вернусь. А как в других регионах, насколько я знаю, ин-драйвер действует не только, скажем, в России, но еще и в сопредельных государствах, да, как там относятся? То есть образец примера подхода государственных мужей к такому явлению, как интернет-агрегатор. Ладно, там во Франции юбер пытаются запретить каким-то образом, люди выходят на демонстрации, там и так далее. Надеюсь, у нас до этого не дойдет. Как в других регионах, в других сопредельных государствах относятся к явлению ин-драйвера? В других государствах мы работаем не только в России, но также в Казахстане и Кыргызстане вполне успешно. Там никаких вопросов по функционированию ин-драйвера не возникало, в отличие от нашей республики. То есть, Надежда, вы хотите сказать, что их ГИБДДшники, они, скажем, более чаще шерстят, скажем так, в поисках нелегалов и ловят мышей лучше, а у нас получается такой дисбаланс, да? Не совсем поняла вопрос. Если там не возникает вопросов, почему не возникает вопросов? Значит, там хорошо поставлены службы ГАИ ГИБДД, да? Ну, или индифферентно, в общем-то, власти. Или власти попросту индифферентно. То есть, они просто закрывают глаза на такое явление, как этот. Ну, министр, может, у них не прошарен, не сидит в интернете, не пользуется мобильным приложением и так далее. В отличие от нашего. Остается тогда возрадоваться за нашего министра транспорта, который... Нужно понимать, что индифферентно является очень востребованным приложением у населения, и как бы логично, что люди понимают, что если человеку удобно заказывать такси, нажав на кнопку телефона, увидеть там полную информацию о водителе, о том, где он находится, то это приложение как бы... Нет, это понятно. А теперь смотрим ближайшую аналогию. Да и года, лет так несколько Минтранс планово ведет работу по порядочиванию деятельности междугородних таксей. Согласна. Там огромное количество аварийности и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, ну, процентов, я не ошибусь, наверное, если скажу 75 междугородних перевозчиков, они зарегистрированы как ИП, платят все налоги, являются, скажем так, вполне зримыми юридическими такими, скажем так, лицами. В нашем же случае Минтранс, насколько я понял, добивается того же для городских перевозок, в смысле грузовых перевозок. В чем же дело? Ну, почему люди не хотят просто получать лицензию? Так, мы считаем, что Минтранс в его функции входит пояснительная, разъясняющая работа, работа с водителями. То есть, что касается пользователей нашего приложения, иногда люди даже не знают, какие документы нужны для оформления. Мы проводим разъяснительную работу, то есть, по сути, выполняем функции министерства, помогаем им в оформлении лицензий, в сборе документов, проводим для них аттестации, тестирование. Насколько, еще раз говорю, насколько у нас народ законопослушен? Я понимаю, что вам все платят деньги и платят, за смену приходят, количество денег и все. Но, каков процент? Вот это тысяча людей, которые прошли по верху. Какой процент они составляют от всего количества народу, который пользуется вот этим приложением? Я имею в виду водителей. На данный момент количество их не очень значительное, но мы работаем над этим. Также, в том числе и с Минтрансом. Этой весной у нас прошла акция по выездному оформлению лицензий, ну, именно водителям и драйвера. И как оно происходило? Стоит ГИБДДшник, тормозит ин-драйвер и говорит, у ин-драйвера он говорит, да? Нет, конечно. Проводилось в нашем офисе. В вашем офисе? Да. Пришли сотрудники, скажем так, Минтранса и начали выдавать бумажки на сопровождающую, сопроводительную деятельность, да? Павел, какова должна быть работа ГИБДД, чтобы все вот это дело, скажем так, от зубов отскакивало? Я реально тоже понять не могу претензий к самому ин-драйверу, да? Ну, ин-драйвер, еще раз говорю, это программная оболочка всего-навсего. Он же не располагает, собственно, штатами автомашины и так далее. Смотри, тот момент-то какой, да? Во-первых... Кому выгодно утопить ин-драйвер, скажем так? Вопрос задам прямо. Прямо? Ну, утопить ин-драйвер я не знаю, конечно. Но это, конечно, конкуренция, скажем так, услугам такси. Естественно, допустим, там есть у нас некоммерческое партнерство, которое осуществляет защиту прав и законных интересов, там, ну, скажем так, их таксомоторных служб, скажем так. Я имею в виду официальных таксомоторных служб. И они, конечно, борются за их интересы и законные права и пишут в различные инстанции, антимонопольную службу, Минтранс и так далее, так далее, выполняют свою работу. Естественно, их претензии тоже по отношению к ин-драйверу можно понять. Почему? Ну, смотри сам. Они, поскольку являются официальными, там, юридическими лицами, официальными предприятиями или индивидуальными предпринимателями, они обязаны получать разрешение. Они имеют все, собственно говоря, все требования выполняют. У них есть там в штате несколько диспетчеров, ну, как правильно, один диспетчер круглосуточный быть не может, соответственно, их должно быть несколько. Они же представляют работу с заключением договоров с непосредственным перевозчиком и так далее, так далее. Это достаточно серьезная нагрузка. И, естественно, их цены должны конкурировать с ценами ин-драйвера. То есть, в данном случае, как бы, ин-драйвер, получается, практически демпингует цены по отношению, кроме того, ведет деятельность, в общем-то. Ну, что такое, как у нас обычно водитель берет вечером, поехал после работы похалтурить, так называемый, да. Естественно, по отношению к легальным таксомоторным службам это серьезная конкуренция. Причем, ну, такая, может быть, с точки зрения этих таксомоторных служб не очень добросовестная. И, конечно, в данном случае, конечно, они и пишут, и жалуются, и так далее, и так далее. И, может быть, даже где-то обоснованно. Другое дело, что вопрос-то в том, что не к ин-драйверу претензий, претензии-то к водителям, получается. То есть, ну, нет, я и говорю по этому. Позиция-то ГИБДД такая. Они должны отловить конкретно Иванова, Петрова, Сидорова, которому... Слушайте, ну, тут, собственно говоря, позиция ГИБДД должна быть такая, что они должны осуществлять рейды. Да, они их осуществляют. А на самом деле это делается очень просто. Ну, вызвал таксомоторную службу. На живца, да? На живца. Они это делают, кстати говоря, при рассмотрении, допустим, ну, вкратце скажу, что у нас идет на сегодняшний день определенный процесс по части рекламы ин-драйвера. Вдаваться в подробности я не буду, поскольку процесс не завершен. Судебный процесс до сих пор длится. Но здесь они представляли протоколы, вот именно то, что ловили там ин-драйверы, и они осуществляют там перевозку без соответствующего разрешения. То есть ГИБДД каким-то образом это дело делает. Но просто делать недостаточно, потому что ГИБДД либо работников не хватает, либо другой головной боли больше, на самом-то деле. Потому что там ловить пьяных водителей, это для общественной безопасности гораздо важнее, нежели ловить водителей без разрешения. И без детских кресел. Ну да. Все-таки вот тут позиции сравняются. И что пьяный, что без детских удерживающих устройств. Я тут, скажем так, продолжим тему ГИБДД. Как же ГИБДД должны еще больше? Вообще чуть ли не тотально выставить, да? Ну фактически да, но просто для этого ресурсов не хватит. Слишком большая функция, слишком много, скажем так, на ГИБДД ложится. Им нужно увеличивать, собственно говоря, либо-либо вести агитационную работу и так далее. Но я говорю, что сейчас у ГИБДД проблем больше. То есть это не такая актуальная проблема для ГИБДД. Действительно есть проблема детских кресел. И она не только на ин-драйвер распространяется. Она распространяется также и на таксомоторные службы. Она распространяется на простых обывателей и так далее, и так далее. То есть и проблема, значит, действительно очень серьезная с вождением в пьяном виде. Нарушением правил дорожного движения. То есть на самом-то деле ГИБДД до этого момента не так, чтобы очень сильно было дело на самом деле. Да и не такая это серьезная общественная опасность на сегодня. Это просто потеря для бюджета. Это потеря для, допустим, тех же серьезной конкуренции для таксомоторных служб. Но с точки зрения там общественной опасности не так сильно. Я очень понимаю службу таксомотора. Они приобретают парк своих машин. Лоранов, Пола и так далее. Перекрашивают их в определенный цвет. Да, несут их серьезные затраты, конечно. Достаточно серьезные. Там медосвидетельствование, техосмотр и так далее. А здесь же все это предоставлено самому участнику. Я не представляю, чтобы какой-нибудь водитель налепил на весь борт стикер. Индрайвер. Ну, бывают, правда, задние стекла я видел. Нет, ну, весюлички там и так далее, и так далее. Это понятно. Ответ. Ну, являясь водителем зарегистрированного в приложении Индрайвер, он выступает как бы сам лично перевозчиком. То есть он несет полную ответственность за соответствие его документов, за соответствие его машины, требованиям законодательства. Но тут как бы стоит отметить, что он выступает прежде всего заинтересованным лицом как бы в качестве своих услуг. Он напрямую заинтересован, в отличие, например, от водителя, который ездит на арендованной машине или на машине, которая предоставляет ему служба. Это он прежде всего является сам еще и собственником своей машины. То есть можно как бы гарантировать то, что она будет в надлежащем техническом состоянии. Те же медосмотры или техосмотры, которые проводят в службах. Еще вопрос, ну, насколько качественно они проводятся. Потому что, ну, многие случаи, которые происходят с таксомоторными службами, свидетельствуют об обратном. — Случаи, скажем так, Надежда, вот я немножко подвинчу градусы, да? Случаи бутлегерства, то есть сопутствующих нарушений закона. — Что касается эндрайвера, это исключено, потому что у нас ведется борьба с бутлегерством. — Как это исключено? Надежда. — У нас при первой же попытке... — Вот смотрите, дведовский объявление, да? — А, в смысле, при первой же попытке пользователь навсегда исключается, ну, на достаточно продолжительный срок исключается из сервиса. — То есть у вас рука карающая такого плана есть? — Да, разумеется. — Ага, ну, с юридической точки зрения, как можно обойти вот эту руку карающую? — Вы имеете в виду доступ к эндрайверу? — Нет, смотрите, вот водитель эндрайвер занялся достаткой алкоголя, скажем. — Ну, нарушение закона уже никак не связано с перевозкой. — Нет, это невозможно. Это сообщение тут же будет удалено. И сами пользователи будут заблокированы. — Ну, а как вы видите вообще возможность осуществления бутлегерства? — Смотрите, есть доска объявлений по пассажирским услугам. Есть совершенно независимая доска объявлений по другим услугам, да? Правда, акции те же, одни и те же, да? И вот здесь один и тот же человек вывешивает, доставлю алкоголь, а здесь осуществлю пассажирские перевозки. — Где матчинг? Как можно осуществить вот это соприкосновение двоих точек? — Ну, понимаешь, что... — Я понимаю, что они забаниваются, да? Сам видел нередко, что жалуются люди. — Нет, ну, в чём... Понимаешь, это отдельное вообще нарушение закона бутлегерского, да? Которое вообще никак не связано с перевозкой. Если он осуществляет эту деятельность, то он будет, конечно, и был пойман, да? И был привлечён к ответственности. Никак не связано с тем, что он осуществляет перевозку. Вообще никак. А то, что его блокируют как за нарушение, ну, это решение эндрайвера в данном случае. — И вполне обоснованное, вполне логическое. — Да. — Вполне логично. Павел, подытоживая, вообще, глядя на всю мировую практику и так далее, вот мы смотрим, сидят, скажем так, позиция у них такая. Мы доска, чего до нас прикопались, да? Не сизифов ли это труд заставлять, скажем так, интернет-агрегаторы полностью, вернее, водителей? То есть сколько водителей сейчас? Ну, примерно тысячи две-три, да? Ну, всех же не обегаешь по домашним адресам. — Ну, да. — Слушай, ну, в любом случае, понимаешь, если ты осуществляешь какую-то деятельность, тем более в данном случае это деятельность, профессиональная деятельность, да, это зарабатывание денег. Если говорить с точки зрения закона, в любом случае это предпринимательская деятельность. И по закону, если все-таки мы стараемся жить по закону, исследовать букве закона, то, конечно, человек должен, а, зарегистрирован быть в качестве предпринимателя или там юридического лица, ну, в зависимости, что он хочет делать и как он хочет это делать. Во-вторых, он должен получить разрешение, потому что любая деятельность должна осуществляться в установленном законном порядке. Поэтому, в принципе, это зависит, конечно, от правосознания граждан. Оно нас хромает. Оно нас хромает, но это должно быть так. Все-таки мы живем в цивилизованной стране, и в цивилизованной стране должно быть именно так. И так надо действовать, если ты живешь в цивилизованной стране. Поэтому в данном случае, ну, сейчас есть законопроект, пытаются интернет-агрегаторы обязательно спрашивать разрешение, но в любом случае, если ты осуществляешь эту деятельность, ты несешь полную ответственность. И в данном случае эта деятельность на минуточку, связанная с источником повышенной опасности. Поэтому обязательно, конечно, должно быть у человека разрешение. Это обязательно. Поэтому эта борьба, она, конечно, имеет определенный смысл. Это хотя бы даже выравнивание шансов в конкуренции, потому что на сегодняшний день водители, независимые, нарушающие фактически законы, имеют необоснованное преимущество. Ну, если говорить честно и прямо. Потому что они осуществляют свою деятельность без каких-либо... из-за соблюдения каких-либо требований, которые требуют... которые, в отличие от таксомоторных служб. Поэтому, конечно, нужно вести эту деятельность. Другое дело, что другой бизнес не должен страдать, интернет-агрегаторы не должны страдать, они вообще к этому отношения не имеют. Поэтому, как бы, тут, мне кажется, все зависит от наших граждан. Хорошо. И, подытоживая, все-таки, можно сказать, что возможность редкая. Я считаю, это лично мое мнение, что за такими сервисами будущее. Потому что интернет-агрегаторы, ну, войдя в жизнь современного человека, значительно упростили многие процессы. Это касается не только заказа поездок, но и заказа гостиниц, бронирование авиабилетов. Это, по сути, те же самые интернет-агрегаторы. Человек, покупая билет, может, во-первых, пойти в свою авиакомпанию, которую он предпочитает и которая часто летает. Но, как бы, его никто не гарантирует, что будет билет, например, в тот населенный пункт, который ему нужен. А обращение к интернет-агрегатору значительно упростило этот процесс. И, что касается эндрайера, то это сервис как бы будущего. И в отношении его нужно принимать не карательные меры, а как-то идти совместными, ну, совместными действиями идти к легализации. — Лелеять, да? Холить? — Не холить, лелеять, а понимать, что это требование времени. О том, что если людям это удобно, если люди этим пользуются, то это никак нельзя запрещать. Нужно принимать такие решения, чтобы пользователям сервиса учитывались мнения пользователей сервиса, потому что они, выбирая, тоже как бы отдают свой голос в пользу мобильного приложения. Их нельзя как бы лишать этого выбора. — Напомню старый слоган одной из предупрежденных компаний «Голосуй сердцем», да? В данном случае «Голосуй рублю», получается. Но объективно, все равно я скажу, что водители эндрайвера, не сами эндрайверы, водители эндрайвера, зажрались в последнее время. Я отдельно хотел бы оду вознести тем зарегистрированным, заофициальным водителем эндрайвера, которые от приложения отмечены, как вы тонко подметили, не веночками, а медальками. Все-таки люди берут на себя, осознавая то, что являются, скажем так, носителем, вернее, источником повышенной опасности и так далее, осуществляя строго зарегламентированную деятельность по пассажироперевозкам, берут на себя все вот эти обязательства, это момент можно только, скажем так, восхвалить. А тем, той кучи водителей, которые после работы выходят похалтурить, на гараж шибануть и так далее, и так далее, все-таки давайте отставим в сторону какие-то меры, я не знаю, не будем гопотой, в конце концов, на колесах, ведь, еще раз, от нас в какой-то момент будут зависеть к чьей-то жизни. То есть, принимая на борт пассажирку, допустим, с ребенком и так далее, вот какая вот здесь вот ответственность? Давайте вот все-таки осознавать в полной мере это, осознавать в полной мере нашу всеобщую правовую ответственность и ответственность в правовом поле каждого. Вдруг наступит что. Так что, возможно, я соглашусь или не соглашусь, Надежда, за агрегаторами будущего, но, как показывает опыт всех передовых стран и регионов, с интернет-агрегаторами бороться зачастую бесполезно. Нужно сообща налаживать работу по, скажем так, упорядочению вот этой деятельности. Может быть, даже в какой-то мере холить или леять. Увидимся.